Как мы? Будем стартовать раньше, если есть готовность Юрия, нашего следующего спикера. Верно, тогда отпускаем Сергея с благодарностью с нашей Юрией, если вы с нами. Спасибо, всем до свидания. Если вдруг Юрий с нами, то отзовитесь. Слышно? Видно? Я тут. Тогда позвольте мне представить нашего следующего спикера. Это Юрий Юрченко. Нет, мне нужен интерактивный переключал. А, да. Вот, у нас сейчас будет проблеская инщета Джайла от продуктового менеджера в кровавом энтерпрайзе и функционального системного архитектора Юрия. Да, Иван, спасибо за представление. Да класс, кто не знает, что такое кровавый. Рызба не слушает или за тумы идешь. Это была присказка. Коллеги, могу, да, начинать? Слышно, видно? Окей, отлично. Значит, я, к сожалению или к счастью, не могу рассказывать о реальных проектах и о своей компании. Поэтому будет абстрактная байка от IT для IT. Значит, пара слов о себе. Ну, вот Иван меня представил. Я продакт, разрабатываю внутренние продукты. Работаю от момента, в общем, появления, от момента проблематизации, продажи идей, орг изменений до получения какой-то финансовой выгоды этих изменений. Значит, в чем цель моего доклада? Частенько возникает вопрос людей, которые занимаются, работают, разрабатывают в гибких практиках типа agile. А сколько итераций мне надо для того, чтобы какую-то пользу принести? Или почему там, например, на 38-ую итерацию все не развалится? Попробую ответить на своем выступлении в этом, на этот вопрос. Частенько, значит, вот к agile через запятую перечисляют практики всевозможные, там, use case, user story mapping и так далее. И вот хочется положить эти практики рядом с практиками системной инженерии и сказать, где их место. Потому что, ну, очень часто все так вот через запятую слитно, и непонятно, где они, на какой они полочке. Ну, и ответить на вопрос, не просто зачем эти практики, а зачем-зачем эти практики. То есть на следующий уровень зачем. Ну, давайте начнем. А, чуть-чуть оговорюсь, значит, под agile здесь и далее я буду понимать весь набор гибких практик работы итеративных. Не только сам agile, там, скрам, все что угодно. Главное, что общий принцип вот такая итеративность. Значит, начинается сказка с того, что жил-был проект Коля, некоторый, который работал по водопаду. Ну, как в известном анекдоте про пожарного, все прекрасно до тех пор, пока на приемку не приходить. А там хоть увольняйся. Сто новых требований, старые, не так реализованные, вообще беда. А вот если посмотреть на водопад в профиль, ну, где-то на моменте приемки понимаем, что мы до требований немножко не долетели. Ну, и так далее, пошли переделывать. Посмотрел на это все Коля, Коля был человек умный и покрестился в agile. В общем, все, вроде все стало хорошо, команда работает на демо, на результат, заказчик к нему повернулся уже лицом, все хорошо, и начальство довольно к ним никто не бегает, не кричит, что их не слушают. Значит, и вот, вроде как эйфория, кайф, где-то в этой вот точечке красненькой. Кажется Коле, что сейчас еще чуть-чуть, и мы догоним требования и даже перегоним их. Начнем выдавать больше, чем от нас хотят. Ну, вот теперь, как agile выглядит наглядно, а здесь видео не показывается. А, вот, 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 пошло, 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 это вот сейчас, сейчас, сейчас у нас будет продукт готовый, сейчас мы принесем нашу пользу, и, внимание, опа, пошла следующая итерация. И там здесь, здесь 5 написано, а на самом деле N. То есть, в реальности мы, как бы, бесконечно приближаемся к требованиям, но их не достигаем. И где-то на 37-й итерации, как бы, заказчик, вроде как бы, продолжает ходить на демо или не продолжает, неважно, в общем, не переходит почему-то в наш продукт, и команда чувствует, что она на демо работает. Коля обещает, что через 2 итерации обязательно все будет, и вот, где-то начальство начинает подозревать, что что-то Коля не договаривает. Задумался Коля, пошел в цех разбираться, как у него с коллегами. У одного коллеги вроде как бы все было хорошо, как у Коли, но в какой-то момент вышли на плату, добавляем новую формочку, что-то добавляется надолго или не добавляется, да и вообще не добавляет пользователю ничего. У следующего коллеги еще хуже, функциональная импотенция. То есть, они добавляют новую формочку или новый атрибутик, и вдруг деградация по всей системе почему-то прошла. Ну, есть совсем плохой случай у коллеги Коли, когда вроде как бы что-то реализовывали, но на этот момент поняли, что ну совсем не ту функцию, не то, чтобы не попали. Ну, совсем есть клиника, когда люди не пишут автотесты. Одну итерацию сделали хорошо, вторую итерацию все, короче, поломали. Значит, этот кейс мы не рассматриваем, вроде простой. Ну, есть сын генерального директора, у которого вагон ресурсов, ну и вообще не он делает систему под задачи, а задачи выдумываются, чтобы систему как-то обосновать. Тоже кейс не рассматриваем. Такое тоже бывает. Последнее пошли к сенсейу, который нам agile-то и продавал, крестил нас, говорит, что вы по скрамбату живете, не так строим ходите по agile, ну, либо вы внедрили скрам для того, чтобы у вас была видимость в скрам, можно почитать, есть такой скрим гайд, инструкция по тому, как делать видимость в скрам. Ну, это вот, надо разобраться, действительно ли у вас тот самый скрам или agile. Раз, не вижу, заводите в колокольчик, объявляйте итерацию. Там, в скрим гайде, написано прям, вот как по шагам сделать имитацию скрама. Ну, или сенсей говорит вам, спокойно, если мы сделаем бесконечное количество итераций, мы получим, что хотим. Проблема только... Бесконечное количество денег, как раз. Да, 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 да. Проблема нет, у нас только денег. Вот, Николай человек умный, опять же, в цеху не помогли, но сел, вот эти вот все схемки как-то загрузил, начал размышлять. Был водопад, было какое-то ощущение целостности и целостности изделия. Образ результата был четкий, ясный, понятный. Было ощущение управляемости. Ну, как бы, не того результата, который хотели. А в гибкости мы, как бы, повернулись к пользователю хорошей частью тела лицо, наконец-таки. Но результат почему-то стал аморфный, обтекаемый, непонятно, чего хотим, с каждой итерацией его как-то вот доуточняем. И что вот здесь вы потеряли? А вот давайте представим на такой схеме образ результата. Вот зелененько это то, что тот функционал, который нужен пользователям. И изначально, когда был такой Big Design Upfront, проектировалось очень жесткий такой кирпичик целостный, но вот как-то сбоку от того, что надо было, не вставлялся он почему-то. А когда мы повернулись со всякими юз-кейсами, с гибкостью, мы начали тыкаться в нужные пользователю места, мы с ним уже в контакте. Иногда не из тех функций, правда, но тыкаться. Но мы не понимаем размер вот этой аморфной амебы, она закрывает, не закрывает, будет закрывать когда-то или нет. Если вот копнуть чуть глубже, получается такая вот интересная картинка, что водопад или жесткое проектирование, которое вот с ним было, Big Design Upfront, он описывал-то целостную систему, но, во-первых, целевую, во-вторых, не всегда ту целевую, которая нужна была в использовании. А гибкие практики, они работают уже вот с использующей системой, но они ее целостно не описывают и не выделяют. Случайно так получается, но потому что мы с ними разговариваем, с этими людьми разговариваем, поэтому с использующей работаем. И вот тут возникает такой вопрос. А не сами практики этого жесткого проектирования плохи, а плохи то, что мы применяем к целевой системе, не понимая, не сознавая использующих. А почему нам к использующей системе их не применить? Мы говорим, над системой сейчас. Над системой, хорошо. Я старый, справа. Много проще понимают. Потому что использующая система, как только свой использование, не понимает. Над системой. Над мозг. Хорошо. Над системой. И здесь вот такая, с чего можно начать попробовать. Не сразу же можно выделить над систему, понять, какая она. Очень удобно бывает сесть и просто посмотреть. Мы же не где-то там в чистом поле, а с чем мы взаимодействуем и почему, и для чего. Начать вот накидывать кубиками со стрелочками, хоть там и говорят сейчас таблички рисовать. Но вот для первичного скретча, чтобы просто оконтурить что-то, такие диаграммы очень удобны. В общем, контекстные диаграммы. Из них можно выделить понимание, что является нашей целевой функцией. Как она в надсистеме дальше встраивается. Пример, не знаю, понятный нет. Я просто его так оставлю здесь. Но, например, мы примерно понимаем, что надо прогнозировать доход. Наверное, мы понимаем, что есть где-то контракты, из которых этот доход складывается. Наверное, где-то есть плановые выдачи, которые там на будущее будут потоки влиять. Ну, если мы работаем с валютой, там будет прогноз валютных курсов и будет где-то внутреннее ценообразование. А это все потом используется в бюджетировании, сверке того, что мы запланировали с тем, что по факту получилось. И разбор, почему отклонился. Дифференциация по факторам и так далее. Ну, как бы накидали, вроде поняли для себя и нашу целевую систему, и надсистему. Вопросы потом, да, функции? Я думаю, да. Я могу потом вернуться к слайдам, если что. Дальше, короче, как это обычно у айтишников, начинаем декомпозировать на билдинг-блоке. И здесь надо понимать, чем эта декомпозиция хороша дальше. Функция целевая. Она не обязательно монолитная. Она этой иерархией функции может быть, и более того, может быть разной степень реализации функции. Даже не бинарной есть или нет. С какой степенью качества реализуем. Отсюда можно и этапность, и инкрементность выводить. Пропущу этот пример с билдинг-блоками. Ну, потому что можно ее кусочками. Не обязательно целиком и полностью. Под это какая-то конструкция выбирается. Здесь абсолютно... Ну, это сверху функция, снизу конструкция, чтобы как-то сопоставить. Значит, пример не из реальной жизни, а такой вот виртуальный. К тому, что в конструкцию там напихивается уже что-нибудь из готового. В конце доставляются швабры. Какой там? Байка известна ли про чужой код. Допихиваются швабры, составляется бэклог работ. И вот давайте соберем все сразу. И здесь попробуем ответить на вопрос про количество итераций в Gile. Значит, со стороны функции мы можем как-то понять все поле нашего, из чего состоит функция нашей целевой системы, как она встроена в надсистему. Отсюда можем разбить на кусочки, на подфункции, можем разбить на разные критерии качества этой функции, выделить. И сказать, что из этого в конструкту мы положим отразить в виде работ потом. И обратно можно посмотреть, реализовав что-то в бэклоге, что из необходимой нам от требуемой к нам, предъявляемой к нам, предъявляемой для нас запросов мы уже сделали. И если нам повезло, то наш Gile работает вот здесь, вот он до уточняет эти квадратики. Вот здесь как функция, вот здесь как конструкция. Если нам не повезло, увы, если мы плохо спроектировали, сорян, придется все перерисовывать. Ну тогда здесь все просто разрушится. И сразу видно, кстати, что плохо. Нет слов в предметной области, там где функциональная диаграмма. Вот если внимательно посмотреть, там где справа айтишники, как говорят. А там где слева, там все слова предметной области. Это первое, что видишь, когда приходят айтишники. И справа, и слева слова из предметной области. Это означает, что заказчик вообще не царится. И тут универсальная функциональная схема, которая полностью все нарушения ваших первых слайдов, все она делает. Потому что никто не думал о функциях, которые там в первых предметных областях. Так, окей. Значит, можно сказать, что это тот же самый Big Design Upfront, не совсем. Все-таки здесь до дизайна не доходят, до low-level дизайна не доходят. Вот мне еще тут Иван подсказывал, что есть такой паттерн, практика, architectural runway. Я с ним, к сожалению, только в теории знаком. Но вот из того, что почитал, звучит как просто логичная вещь. Мы не можем спроектировать все, но проектируем на несколько итерасов вперед. Проданная под маркетингом сейф. В принципе, неплохо. Звучит логично. Так, значит, другие практики точно так же можно использовать для над системы. Вот тот же Domain Driven Design, примененный, ухватывающий модель классов для использующей системы, она неплохо ухватывает предмет. Очень хорошо. И то же самое для... Ты проектируешь в керминах примерно вот этих же, проектируешь и саму цифру. Да, да, да. Именно функциональное, чтобы там функции появились. Именно так. Да, это очень важно. Ну и... И добавить внимание, обратите внимание, там хитрая штука, потому что если у тебя надсистема и целевая система, и ты целевую начинаешь дробить, то у тебя иногда предметная область меняется, но ты все равно вынужден говорить, что есть предметы области вот этой, и что там, и это не айтишная обе предметы области. Да, да. И это айтишниковский момент. И вот ты как только за это сообразил, как архитект, который тебе приносит все эти бесчисленные потоки ужаса, и ты говоришь, это не архитектурная диаграмма. Почему? Ты говоришь, ну как, это айтишная диаграмма, там нет предметной области. Все. Не, ну я бы тоже это назвал бы айтишной диаграммой, просто правильной айтишной. Ну, правильно, да. Здесь я, наверное, тоже айтишной. Окей. Ну и вот эти вот, то, что функцию прогнать через рантайм и через диплоймент, для того, чтобы пошатать на то, как она войдет в жизнь, и поговорить с людьми в более понятных, в динамических конструкциях, это вот пошатать, проверить функцию полезную. Это о чем я в общем деталях не говорю, но это надо иметь в виду. Ну и вот странно, почему это все избегают, если ты ходишь на тренинг по предметной области. Там действительно предметный рок-н-сайенс, стоит он за арт, и предметная область. И там они просто учат. Ну ты свои мысли запиши, это и есть архитектура. Не любые мысли архитектуры. Найти бы тренинг по архитектуре. Ну вот, собственно, мы сейчас тут же это и делаем. А, ну. Вот с Лизбулином мы говорили про архитектуру, архитектура предприятия, вот только у вас и есть. Нет, ну а что, не только я надеюсь у нас, но это и есть. Якобсон что говорил? Якобсон говорил, ну, как бы я один из тех, кто породил это движение Аджара. Ну мы же не думали, что каждый начнет говорить слово Аджара. Действительно, если вам скажут, вы гибкие в вашей работе, только идиот скажет, что они гибкие. И тут же, говорит, мы потеряли архитектуру. Я, говорит, надеюсь, достаточно много времени прошло с тех пор, как, к слову, мы джайл увлеклись, чтобы мы могли вернуть обсуждение архитектуры, вот разговор пройти. Вот, может быть, действительно, вот этот доклад Борева, потому что еще пару лет назад, типа, что там с архитектурой? Бери там, давай итерации, все будет. То есть, мы, может быть, вернем обсуждение архитектуры. Непоследовательно. Выкинул сам из эссенс архитектуры, а теперь вернем. А он непоследовательный, да. И он же запретил вернуть архитектуру в эссенс. То есть, одни статьи он пишет, что наступило время вернуть, а стандарт он принял, где намеренно архитектура выкинута. На основании чего? Ну, говорит, мы поняли, что не во всех сатверных проектах используется архитектура. Ну, а в принципе, в небольших... Это правда. Да, это правда. О чем, собственно, больше первой половины. Вы дадите свою демарку, да. Наверное, есть куча систем, которые делаются отжалом, безо всякой архитектуры. А я вот это выраженный, да. Но когда проект огромный, да, ну, не знаю, смена эти ландшафты компании целиком, да. Сплошное. Собственно, вот место гибких практик. То есть, когда речь идет о подсистеме, пожалуйста, до уточнения, через итерации, все хорошо. Система маленькая, интернет-магазин, какая там системная инженерия, господи? Шаблон прикрутил, на коленки собрал и... Не-не-не, там есть система инженерия. У нас регулярно ребята приходят с интернет-магазина. Это если сложный интернет-магазин. О них просто не бывает, если их хорошо делать. В этом моя фишка, если ты хочешь, чтобы оно продавалось, если тяп-ляп продакшн... У тебя там курьеры, склады, товароведы. То есть, ты как-то начинаешь понимать, что у тебя там 15 позиций, а впереди там оказывается минимально 7 ролей. Это если ты собственник бизнеса, который хочет отмасштабироваться. 7 ролей, тут 15 ролей, каюк. А если ты... А если ты... Интернет-магазин на потоке. А, тогда ты берешь... Итерируешь, да, натягиваешь. Ну, в общем, это нужная вещь, очень больная вещь. Да, вот, в общем, про архитектуру, как противопоставление жесткости, потому что просто постоянно кто-то кричит, ну, сейчас скажу мысли, скажу, почему я это скажу. Значит, архитектурная... В чем жесткость архитектуры? Значит, она определяется использующей системой, она выдвигает требования. Фокусирующая. Да, фокусирующая, требования. И любые решения. Да, 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 только важно. А твои решения вставают в целевой системе? Это следствие, это принципы, построенные исходя из этих требований. И вот если... Это жестко, короче, зашито, поменять это практически невозможно, либо придется выкидывать все, что снизу под этим принято, как... А это были и лучшие люди делают это. Да, и, короче, вот, когда кто-то требует гибкую архитектуру, надо взять камень, в нее кинуть. Потому что невозможно. Она жесткая. Нет, ну, либо и выночная, и гипективная. Ну, да, да, да. Гибкость, это плюс там... На тебе гибкость, только отработает. Да, каждый аспект гибкости в два раза цена. Да. Ну, и, короче, это еще один оксимарон гибкой архитектуры. Это как вот, у кого есть дети, поймут, есть такой же вот отдых с детьми. Аналогично. Но это не означает, что архитектурные решения не могут меняться. При этом архитектуру тоже надо уметь представить из частей. И, как ни странно, архитектура данная как чисто текстовый список принятых архитектурных решений, а не вот эта архитектурная диаграмма, другие люди не догадываются. Она вот деревяшка. Когда мы делали архитектуру, Беспальчук докладывался про архитектурные ревью. И мы обсуждали, что на ревью выносятся отдельные архитектурные решения списком, а не вот эти сразу диаграммы. И никто даже не понимал, о чем он говорит. Как же, архитектура это же картинка. Там деревяшка даже архитектурных вот этих. Там не то, что список, а он прям вот... Ну, там деревяшки, да. И архитектурные. И все забывают, что архитектура, это каждое принятое архитектурное решение, оно отдельное. Когда ты идешь на ревью, тебе просто показывают, что вот эти решения ты принял, но не считаешь их решениями. Что мы используем вот этот framework, человек не считает это принятым решением. Потому что, ну, мы же всегда так делаем. Ему вписывают, что это принятое решение. А как ты его на диаграмме отразишь? Это еще раз мы упираемся в то, что считать, что архитектура, это не важнейшее решение, а просто вот эта диаграмма такого-то типа, вот эта диаграмма такого-то типа, и вот такие стрелочки, красиво, неожидимые. Нет. Это принятые решения. Видят? Для деревянного стека. Но их нельзя не принимать. И они принимаются на много итераций. Они очень часто не явно принимаются. Очень часто. Явно и на много итераций вперед. Это... К этому я... В общем, окончание байки. Вернулся этот самый Колев, осознав, отрефлексировав, отмедитировав, вернулся он в цех и начал раскуривать ситуацию своих коллег. Значит, первая ситуация, ну, понятно, не та фунц, не та надсистема. Все просто дальше. В лучшем случае, салу на глобус пытаются натянуть. В случае, вот когда мы тыкались, каким-то образом мы себе мыслили вот так функция. А на самом деле она шире. И здесь наши ожидания просто от того, что надо реализовать. Мы не понимали всю функциональность. Честно менять архитектуру и рефакторинг. А это больно. Это очень больно. Вот. С плохой архитектурой, значит, когда мы не выделили надсистему и не осознали требования от нее, ну, либо неправильно заложили требования в целевое осознание, наложили, да. Мы не выделили потребности, и мы понимаем, что наши требования исключительно для реализации потребностей. Получили функциональную импотенцию. И еще есть вот такая фишка, мы не учили в динамике над системой, потому что она не статична. Она тоже, так как у нее есть архитектура, она тоже медленно меняется, медленно, к счастью. Но она меняется. И требования меняются. Самая большая ошибка, вот через меня идет поток, хотя мне не положено об этом говорить, но поток разных экспертных заключений по инвестпроектам. Обычно это так. Наша будущая система будет обладать следующими характеристиками. Приводятся характеристики. Системы конкурентов обладают следующими характеристиками. И ссылка на то, какими характеристиками сейчас обладают. Время разработки. Два года. Вот это вот тот самый аспект динамики. Два года. Какие характеристики будут на рынке через два года? Свою пользу. Да, и архитектура должна быть, конечно, через два года, а не на сейчас. Так, ну все, я, в принципе, закончил. Значит, agile хорошая. Да, один-два года. Agile хорошая, но надо проектировать все-таки. И в том числе классически, но понимая, что это для нацсистемы и своей целевой потом системы. Гибкие практики применять на моменты low-level дизайна. От них никуда не деться. Ну и как бы, а спросите вы, что с Николаем-то стало? Он за скобками остался. На 38-й итерации Николай понял, что надо менять 80% этого изделия. И дальше. По сценарию он рассказал начальству, как есть, про нацсистему, про использующую систему. И как бы признал свои ошибки. А за что ему сказали на учет? Не ошибся, увольняйся. А в режиссерской версии он немножко изменил формулировки, продал все как... Ну, мы на заказчика работали. Мы, короче, к нему пришли. Он нас... Давай-давай-давай. Ему накопили тех долг. Надо исправить. Есть еще одно дело. Плохой конец. Рассказал, как есть начальство. Был со свистом уволен. И принят удвоенный оплат в ту компанию, где поняла, которая понимает, что он сделал. Но мораль такая, что все-таки надо подбирать иногда способ объяснения под тот уровень коммуникации, который есть сейчас. Иногда надо... Честно со свистом увольняться. Иногда надо увольняться. Два раза выше оплаты. Это да. Иногда надо. Да, ровно за то, что ты как бы уже понимаешь, и это означает, что у тебя мозги уже понимают. Компания должна оставить в голову, потому что компания-то уже стоила 38 лет. Зависит, в общем, от разумности того, кто... Почему вы меня не увольняете? Потому что мы заплатили уже за ваш опыт 2 миллиона. Да, за 40 миллионов. 40 миллионов. А 40? За ваш опыт заплатили 40 миллионов. Это ровно. А ну я 2 миллиона долларов. 38 это раньше, но уже заплатили за ваш опыт. Есть разное начальство. Ну, это же вопрос. Этот опыт пошел впрок. Ну, если он уже понял, что надо переделать уже из других соображений, то значит пошел. Пошел, пошел. Это мы узнаем, когда он переделает. Но с улицы точно не узнает. 40 итераций. Он опять поймет, что все надо переделать. И будет бесконечно. Но жесткие практики, дело в том, что не надо для целостного проектирования жесткой практики, потому что это кейс. Если подошла практика, хорошо. Не подошла, мы гибким методом с каждой новой уликой все меняем. Как только добавили на то, что опыт есть, мы в этот момент по жесткому идем вперед. Жесткие в том смысле, что принятое по ним решение меняется тяжелее, чем от... Ну, да, но они все равно... Слово, наверное, неудачно. Все равно потом меняется. Конечно. Потому что жесткое, это ровно и понимается, что мы сначала сказали и дедушки на оговорке. Три года назад сказали так, никто тебе задание не менял. Делай. Вот. Да. Вопрос в темпе жизни над системой. в темпе ее извиняется. А вот тут как раз зависит от квалификации того, кто это улавливает. Да, и тебе надо... С сожалению, да. У Ильяма Грецкий спросили, у Ильяма Грецкий спросили, как ты каждый раз оказываешься в том месте, где шайба? Он говорит, ну, я же не гений, в месте, где шайба. Я могу прийти к то место не спеша, куда шайба вот-вот придет. Это, конечно, где шайба... Это да. Поэтому над системой надо участвовать в проектировании и прочее. Над системой. Да. И это, замечу, очень важная штука. Ты должен узнать, где сидят разработчики над системой и узнать их роднеп. Только тебе его не говорят, потому что заказывают эксплуатирующие над системой. А проектанты над системой, они отсутствуют. Ты должен их на нюхом найти, как бы, тесаться в нем доверие, получить роднеп и целиться в этот роднеп. Бывает такого роднепо нет. Это у тебя все очень хорошо. И проектантов бывает нет. Реально, эти люди сидят и у них два-три альтернативных сценария с развилками, принципиально отличающиеся. И они говорят, мы не знаем, мы ждем вот этих этих тренеров. Когда ты в явном видео крестик ставишь, говоришь, я верю вот в этот сценарий и делаешь обеспечение для этого сценария. В тот момент, когда у них развилка, они понимают, что у них обеспечение есть только для одного. То есть, смотрите, если у вас в голове есть понимание, что там вокруг что-то, то с этого момента у вас возникает очень много разных путей развития. В предыдущий доклад был про это. Как только человек с интерфейсом понял, что там есть какие-то люди, которые кнопки либо жмут правильно, либо жмут неправильно. И это, в общем, не только от кнопки зависит, но от того, кто жмет, как его научили и что он ожидает. О, говорит он. Мне вот с этого момента окружение, пожалуйста, мне дай, я его отконтролирую. Вот. То же самое тут. Если я понимаю, что есть надсистема, и там непонятно что, я говорю, слушай, надсистему мне отдай, я контролирую. И обычно хватает слов объяснить, что так и надо сделать. И так, замечу, люди растут, в том числе, корректно. Если человек вот этот, аджайл, он прошел, он понял про надсистему, он четыре раза там плеч всем проел, что вы не знаете, куда надсистема развивается. То есть через некоторое время ему говорят, слушай, ты больше всех там хочешь, на тебе эту надсистему. Ну, всего, спасибо. Тогда это случилось. все можно сделать. Кирилл, я думаю, что там Иван должен... А я дать, да, да. У меня вопрос был по поводу контекстной диаграммы, потому что это там перепрыгивает то контекстная диаграмма системы, то процессор. контекстная диаграмма функции. То есть с кем и для чего мы взаимодействуем и что вот в этом взаимодействии рождается целостно. Не, не, не. Вот ты вот сейчас повторил вот то, что он спросил. Дело в том, что все всегда путают функция, то есть поведение и роль, которая себя ведет. И кто с кем взаимодействует, вот кто с кем это роли, а функция это взаимодействие. И когда ответ звучит как бы процессный, то есть я могу акцент делать на функции, а про роли не говорить. А могу наоборот, про то в предмесении не говорить о роли, то есть я говорю либо в инженерии, либо в инженерах. Инженер тогда, конечно, деятельность инженерия, а если инженерия, то деятельность инженер. И когда в одной диаграмме, ну как бы вот так вот, вот на этой диаграмме инженеры, а на этой инженерии, там возникают иногда интересные моменты, когда какой-нибудь продакт-менеджмент, то ли это роль, то ли это деятельность. У нас вчера была, кстати, такая ошибка, когда контекстным дизайном обозвали методичку, на основании того, что дизайн можно читать как глагол, и читать как, как бы, не глагол, а как пачка документов, проект, как проектная деятельность, проектирование, и как бы проект, вот, ну, понятно, да, вот эти вот вещи. Вот смотри, у тебя написано «система, система, система, система», а потом переходишь. Процесс, 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 ну, там. Обеспечивает, обеспечивает, обеспечивает. Это отношение обеспечения, или это функция? Или это вот так пунктиром обозначено, что это не система, а как бы выберем другой тип отношений туда? Я на самом деле в этом же месте сбился, потому что я так и не понял, что это типа, типа стрелочек и отношений, показанные на этой картинке, непонятно. Мы всегда рисуем эти диаграммы, или диаграммы, договорились, что везде, где мы говорим про, ну, системы роли, ну, активную структуру в терминах оптимейта, мы рисуем квадратики, а где про поведение, ну, да, рисуем овальчик. И это прослеживается. Да, и это как бы пошли в диаграмму, и сразу можно. Потому что мы даже с Вячеславом Бекасовым имели огромную дискуссию, Пинаев еще участвовал, и Вячеслав, мы пару лет назад имели огромную дискуссию. Люди реально путают функции, ну, как вот тут, неважно, глагол или существительное, они же связаны, инженер же инженерит, а инженерит, он же инженер, и вот ты начинаешь в одном месте то глагол-то существительное, и вроде бы нормально речь. А потом формально, да, когда вот именно вот эту работу делаешь, про которую рассказываешь ты, оказывается, что вот эта функция, она не только вот этим квадратиком, не только этой системой выполняется, она может оказаться шить за несколько, и в архимедии даже средства такие. И эта система делает не только эту функцию, а шире, и как раз вот на этих зазорах вылазит очень большое количество интересных, как бы, граничных эффектов. Например, покупка-продажа, там роли две, да, и ты уже начинаешь теряться, как это, функция какая, купить, продать, роли две, покупатель-продавец, они вместе делают, что, ну, вот такие вот вещи начинают, да, то есть у нас роли, их поведение, компаунд-роли, ну, там, иерархия ролей, она не всегда иерархия. Дорог звенья, потому что очень часто роли путают в какой-нибудь должности. И там еще вот эта диаграмма, когда вот учет прогноза, анализ, исполнений, очень интересно вот это отношение, когда люди путают часть целая, и я вот говорю, прогнозирование дохода, трансферное ценообразование, там ромбик на конце, это часть прогнозирования дохода? Это часть. Вот, то есть ромбик на конце. А если это изготовление, то есть трансферное ценообразование, изготавливает прогнозирование дохода, то есть в обеспечении, то тогда это не часть. А если речь идет не о прогнозировании дохода, а что есть роль трансферное ценообразование, роль прогнозирования дохода, или не роль, а опять же процесс трансферное образование, процесс прогнозирования, и это идет переток чего-то из трансферного образования через прогнозирование, как бы течет, данные текут чаще всего. Это другое. Я думаю, что диаграмма настолько, она по-разному может быть прочтена. Но вот это замечание с квадратиками. Человек, который долго рисовал квадратиками, он уже как это, дутром понимает, что там бомба. Часть с квадратиками и не квадратиками приходится. Они сейчас должны попрыгивать. Ну, пион нет. Она была на квадратике. Лишних два часа жизни обеспечена. Так, главное, расстраиваться. И это, кстати, опять же, отвечает на вопрос Вячеслава, а как же вот это научиться все делать? Это же фактически системная инженерия, только в области софта. Мы та же самая системная инженерия давно признали. А без методологии, без антологии очень трудно сюда. А мы да, мы сгнали. Вот невидимо, как это. Так, там в чате какие-то вопросы, но я не знаю, как на них реагируют. Ну, все, там, наверное, дальше. Иван, может, Иван отключился или что? Я не знаю, куда... Иван, а как это? Слышно, видно? Слышно, видно. Но вопросов по существу ни в чате, ни в ютубе пока что не зафиксировано. Так, я... Иван дальше? Ну, тогда Иван дальше. Да, тем более, что у нас тайминг подошел как раз к логическому завершению. Юрию неизбежное и большое спасибо за то, что поделился размышлениями на эту тему. Многими даже весьма небесполезными. Иван...